Что это псы делают? Псы? Это не псы. Так-так-так. Всем привет, друзья. С вами снова Виктор, и это снова Ведьмак. Первая часть. А мы продолжаем. А после того, как закончился пролог, нас сейчас будет встречать... Первая глава. Каролина, я устал. Уже близко. Скоро придем. Глава первая. Ой, холодно. Куплю тебе теплого молока с медом. Да. Спасибо, Каролина. Что это псы делают? Псы? Это не псы. Альвин, сделай так, как я скажу. Это очень важно. Со всех ног беги к таверне. Не смотри назад. Понял? Злые собаки. Беги! Ни хрена себе, что это? Адские гонщики, что ли, какие-то? Закрывай ворота! Зверь! Зверь напал! Тревога! Сейчас ее захавают. Смотрите. Нет, он забежал, а она не успела. Геральт, тебя послала нам Милитель. Там на улице женщина. Собаки сейчас разорвут. Ее помоги ей. О, она еще жива. Не открывайте ворота! Чудовище проникну сюда! Да, эти собаки смертельно опасны. Я здесь не местный, но вы люди. Просто чудовище. Отойдите. Я сам спасу ее. Стой. Не выходи туда в одиночку. Будь ты проклят! Мы все умрем! Ого! Что это было? Наверняка магия. Это зверь! А что они все негры-то такие? Смотри! Придет век, век волчьей пурги. Придет час белого хлада и света. Час безумия и презрения. Тедрят! Час конца! Мир умрет и возродится вместе с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови. Из зерна засеянного. Зерна позгорится пламенем. Древнее эльфийское пророчество Этлины. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Кажется, он спас нас от этого зверя. Хорошо. Мне кажется, Альвину стало лучше. Я найду кого-нибудь, кто бы смог о нем позаботиться. Его нельзя оставлять одного. На время мы остановимся в таверне. Погоди. В пути я наткнулся на диких собак. Не таких, как эти. Причем я имею в виду не только зеленую шерсть. Ты что-нибудь о них знаешь? Они наводят страх на всю деревню уже некоторое время. Убивают человека каждые несколько дней. Вожак стаи, огромный пес, может быть волк. Люди зовут его просто зверем. Кто-нибудь захочет заплатить за то, чтобы этого зверя убили? Я знала, что это тебя заинтересует. Именно этим и занимаются ведьмаки, ведь так? Но хватит про чудовищ. Что тебя сюда привело? Я ищу человека со значком в форме саламандры. Не видела такого в окрестностях? Тссс, не так громко. Кто-то такой был здесь. Но крестьяне не имеют только заговоря о нем. Преподобный может что-то знать. Ты можешь и о звере с ним поговорить. Я так и сделаю. Еще что-нибудь? Так, а... Да. Мы знакомы? Это же я, Шани. Ты что, меня не узнаешь? Да что с тобой стряслось? Я слышала, что ты погиб во время погрома в Ривии. К сожалению, я потерял память. Помню последние несколько недель, но больше ничего. Боюсь, что я не смогу тебе помочь. У нас на севере неврология еще только зарождается. Могу только сказать тебе, что иногда память возвращается. Вообще все не так плохо. Я уже постепенно привыкаю. С сожалению, констатирую, что чародеи в таких случаях действуют эффективнее. Может, кто-нибудь из них мог бы тебе помочь? Так. Что привело тебя в эту деревню? Я еду в Вызиму, чтобы помочь бороться с Катрионой в лечебнице Лебеды. Когда ты уезжаешь? Как только закончу помогать жертвам этого нападения собак. Я не могу просто так их оставить. Это займет некоторое время, но половина просто умрет без моей помощи. Что будет с Альвином? Я не знаю. Пока что я о нем позабочусь. Может быть, кто-то из деревенских захочет его взять. Он умный мальчуган. Конечно, кто-то захочет его взять. Еще что-нибудь? Я первый раз за долгое время попал на след Саламандры. Это для меня очень важно. Ты о них что-нибудь знаешь? Это шайка бандитов. Местные запуганы до Одури. Вчера они привезли мальчика. Эти мерзавцы секли его ламией. Ламией? Маенский кнут. Плетка с небольшими шипами и крючками. При каждом ударе срывает кожу и мясо. Ее запретили в большинстве цивилизованных стран. Мальчик бредил. Говорил что-то про выкуп. Речь, видимо, шла о Дане. Он хотел увидеть преподобного. Увы, лихорадка забрала его, и он умер той же ночью. Спасибо, Шани. Кажется, я задержусь здесь на более долгий срок, чем планировал. Скажи, а почему это ты вдруг заинтересовался саламандрами? Что я не могу? Они убили кое-кого, кто был мне дорог. И они кое-что у меня украли. Не хотела бы я быть на их месте. Пока. Все, давай, пока. Много разных новых записей. Бочка, бочка, костер, ворота, останки. О, клыки зверя. Вот это интересно. Все, собираем. Какие-то сколько собак перебили. Заперто. Заперто. Так, костер. Так, в костре, насколько я знаю, можно медитировать, да? Получены новые таланты, мне говорят. Что это значит? Медитировать. Так, снаряжение, дневник, герой, карта, алхимия, система. Наверное, герой. Ух ты! Так, таланты. Девять. Девять бронзовых талантов. Так, и... А, бронзовые, это вот эти вот внизу. Это серебряные, это золотые какие-то самые крутые. Неопытный ведьмак у меня сейчас звание. Итак, что мы можем взять за девять талантов? Повреждения, отражения удара, здоровья. Необходим бронзовый талант. А это я даже учить не могу. А вот теперь могу. А это что такое? Стальной меч. Ааа! Ух ты! А что я выкачал сейчас? Кто знает, что я сейчас выкачал. А, я выкачал просто параметр сила. Нифига себе здесь сколько всего качать, ребята! Так, хорошо, а что тут еще есть для силы у нас? Еще повреждения, отражения, здоровья. Почему бы и нет? Уровень четыре силовых стилей. Так, что еще у нас есть? Повреждения. Нечувствительность к боли. Так, работает только, когда ведьмак перепил алкоголь. Нет, это нам не надо. Жажда битвы. Работает только, когда ведьмак имеет минин. Это тоже нам не надо. Так, здесь что такое? Отражение удара. Десять процентов. Десять процентов. Это регенерация. Установление здоровья. Плюс один в секунду. Ну и разблокирует зарядку во время кулачного боя. Что за зарядка? Что за кулачный бой? Так, давайте вот это возьмем. Так, ловкость. Что нам ловкость дает? Атака, уклонение. То же самое, в принципе. Разделывание. Я уже умею. Умение приобретается автоматически. Хищник. Необходимо выпить мутаген. Работает только ночью. Непонятная штука. Так, атака. Еще. Еще немножко атаки. Персонас получает умение отбивать стрелы. Отбивать стрелы? Неплохо. Отражение удара плюс десять процентов. Открывает доступ ко всем приемам рукопашного боя. Давайте открывать... 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 Фу ты блин. В общем, отражение удара. Так, знаки. Стальную меч. Чьолы-палы. Кровопотери. Повреждения на стальном мече плюс двадцать процентов. Давай возьмем. А, тут еще в каждом стиле. Ёлки-палки. Так, но я силовым стилем и быстрым стилем пока дрался. Жесть. Сколько здесь талантов-то нужно, чтобы все это пооткрывать. Вы представляете? Медитировать один час. Да, надо теперь помедитировать, чтобы таланты запомнить, насколько я понимаю. В общем, все серьезно. Проклятие. О, ребята, здорово. Кто такие? В Визиму ты не попадешь. Городские ворота закрыты. Оставаться на чеку. Ворота закрыты. Так. Бочки что? Ну, пожрать есть. Хорошо. О, простым людям известно многое. Тяжело нас. Мне здесь не нравится. Мы ждем помощи от рыцели пылающей розы. Так, народ гордись какой-то странный. Через месяц. Так, лутаем бочки дальше. Проклятие в горле пересохло. Травник. Приветствую. Приветствую. Что за жалкое место. Я застрял здесь вместе с товаром, а в городе меня ждут жена и дети. Вы не можете попасть в город? Ворота Визимы закрыли из-за чумы. Боги свидетели. Ничто так пагубно не влияет на торговлю, как эпидемии. Наверное, придется просто подождать. Большинство больных уже умерло. Но звери-разбойники теперь распространяют свою собственную чуму. Не хватает только сборщиков налогов. Можно один вопрос? Да. Ну давай, расскажи. Что тут сказать? Это разновидность бубонной чумы. Ради собственной безопасности я стараюсь держаться подальше даже от тех, кто чихает. А ты разве не боишься? У меня иммунитет к инфекционным заболеваниям. Мой дед утверждал то же самое. В конце он настаивал, что его бубоны всего лишь прыщи. Да будет земля ему пухом. Да. Так. Что тебе известно о звере? Местные пытаются держать это в тайне, но мне удалось подслушать, что зверь — это нечто вроде призрака. Он появляется из ниоткуда и жестоко убивает тех, у кого совесть нечиста. Интересно. Интересно, действительно. Придворные нашего короля стали бы настоящим деликатесом для зверя. А другие призраки, видимо, служат ему в виде неутомимых гонщих. Вот и все, что мне известно. Надо будет расспросить местных. Да. Да. Так. Разбойники. В предместье есть. Еще бы. Сами себя они называют милицией, а деньги, которые они вымогают, взятками. Еще говорят, в предместье появилась какая-то секта из Визимы. Но это все, что я знаю. Ты говоришь о людях, которые носят символ саламандры? Я никогда с ними не встречался. Поговори с преподобным. Если это секта, священник точно должен об этом знать. Я так и сделаю. Да. Хорошо. Нет. А стоп, там поторговать можно было или что? Да. Ага. Поторговать лицом можно, оказывается. Угу. Так, а это сортировать? Козье молоко. Так, а остальное не принимает, да? Еда. Цыпленок. А зачем нам еда вообще нужна? Кто знает? Еда, 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 напиток. Цыпленок. Пять. Так, черник. Так, что-то еще можно. Паранний окорок можно продать. А что он продает? О подземных растениях. Книга. Посвящена растениям, растущим под землей. О растениях, реже за печенья. Растения, растущих в районе Вызимы. Медовые соты и прочая лабуда. Интересно. Так, купец. Ворота, наемник. Гуль. Стоп, здесь только что купец был. Куда он делся? Что такое? Подожди. От отсюда я зашел. Он только что купец был. Что за? А, походу, делал его гуль только что сажал. Ха-ха-ха. Так, хорошо. Надо больше. Так, доска объявлений. Хм, доска объявлений. Может, и для Ведьмака найдется работа. Тяжело на службе. Давай. О как. Контракт, контракт, контракт. Ордер на арест. Профессора. Давайте, почитаем. До вашего снежного человека известны под именем профессора виной в совершении многочисленных преступлений против короны. А это, случайно, не тот, который у нас что-то украл? Для выполнения этого задания нужна запись в бестиаре об утопцах. Контракт на гулии. Так, ладно. Видимо, нам... Видимо, нам теперь в таверну. Сейчас понаберем контрактов, того-сего, и мы не будем знать, как их сделать. В таверне можно отдохнуть. Халькштейн. Кто это такой? Хм. Три унции оптимоматор, капелька раствора ртути... Пардон, что-то я задумался. Приветствую тебя. Приветствую! Я Халькштейн. Алхимик. Геральт. Ведьмак. Ведьмак? А сколько ты возьмешь за разрешение на исследование твоего тела? Тебе не по карману. Ты бы так помог науке. Ну ладно, так и быть. Хотя я принял тебя за человека, который ценит точные знания. Я уважаю науку ученых и алхимиков тоже. Я ожидаю того же взамен. Понятно, понятно. Тогда, может быть, согласишься на посмертное вскрытие? Мое уважение к алхимикам стремительно испаряется. Ну, хорошо, хорошо, простите. Так. Говорят, тебе нужна кровь Гуля. А у тебя есть? Я зайду к тебе. Если мне удастся собрать нужное количество. Кровь нужна мне для исследования. Поторопись. Эээ, куда? Я еще не договорил. Что? Так, а... Ты не похож на местного жителя. Я возвращаюсь в Изиму с большого съезда алхимиков, пиромансеров и геомансеров в Оксинфурте. Чудесный город-ведьмак. Колыбель науки. Не сомневаюсь. И что? Вы на съезде пришли к каким-то конкретным выводам? Потрясающий опыт. Я представил мою диссертацию. Конкретным? Такие съезды мы организуем не для того, чтобы говорить о конкретных вещах. Я не вполне уловил мысль. Наука — это великая река с множеством течений, водоворотов и предательских мелей. Сейчас ему ну... У одинокого плотовщика нет никаких шансов познать все тайны этой реки. Он должен прибыть в гавань и поделиться тем, что узнал с другими плотовщиками. Напиться и потратить последние деньги на шлюх. Теперь я лучше понимаю, что это за конференции. Молодец. Наука, как река. Бесконечная, неостановимая. Пардон, я задумался. Ничего. Ты говорил о возвращении в Изиму. Да. Из-за этого карантина я зря теряю время в трактире. Я провожу опыты. Меня ожидают опыты невероятной важности. А я что делаю? Сижу в этом дурацком месте и поглощаю спиртное. Да еще к тому же плохо очищенное. Я отправил письмо моему другу. Он тоже алхимик. Он моя единственная надежда. Может пришлет мне пропуск. Ну что ж, удачи тебе. Спасибо. Они должны впустить меня. Должны. Так. Ну что, расскажи. Ты говорил мне об алхимии. Ну, наконец-то. Вот человек, с которым имеет смысл разговаривать. А я-то думал, местных жителей не интересует ничего, кроме повседневных забот. Во-первых, я не местный. Во-вторых, если бы местные жители думали об алхимии, алхимики бы первые умерли с голода. Типичная близорукость. Ведьмак, алхимия — это мать всех наук. А знаешь почему? Да потому что она позволяет нам познать мир. Все, что тебя окружает, это та самая алхимия, которую ты так неумело высмеиваешь. Алхимические процессы постоянно идут в твоем теле. Они позволяют тебе есть, дышать и испражняться. Более того, именно они — причина всех твоих мыслей и чувств. Алхимия — это жизнь. Давайте сменим тему, пока крестьяне не сожгли нас за ересь. Никому еще не удавалось заткнуть рот науке. Ну ладно, что ты хотел узнать? О, наконец-то. Так, а снова где мне взять ингредиенты? Меня интересуют формулы. Меня интересуют формулы. Готовые формулы встречаются редко, и купить их трудно. Я советую тебе экспериментировать и менять рецепты, которые у тебя уже есть. Многие недооценивают ценность эмпирических методов науки. Так... Где мне взять ингредиенты? Если хочешь сам получать компоненты, тебе понадобятся книги с рисунками и описаниями компонентов, извлекаемых из растений и животных. Можно еще к торговцам обратиться, но они настоящие грабители. Если нужны ткани или органы чудовищ, я нанимаю ведьмака или охотника. Как ты получаешь свои алхимические основы? Нужно специальное оборудование, чтобы получить хороший дистиллят. Лично я использую двойной атонатор с перегонным кубом, дополнительно оборудованный ректификционной колонной и медным охладителем. А если у меня под рукой нету двойного атонатора? Ну да, полевые условия. Что ж, у Олафа должна быть водка или спирт. И то, и другое можно использовать в качестве алхимической основы. Отлично. Давай сменим тему. Но мы же только начали. А ты всегда просишь у людей разрешения исследовать их или произвести вскрытие? Конечно нет. Но ты же мутант. Научно усовершенствованный, нечто неестественное. Это все объясняет. Не обижайся, я просто полюбопытствовал. Все ясно. Так, нужна помощь? Мака. Да, прочитай объявление, которое я повесил снаружи. Все, это я уже был. Это я уже понял. Хорошо, давай, пока. Игрок. Похоже, тебе не везет в любви, Милсдарь. Но держу пари, тебе повезет в игре в кости. Действительно, в костях я кое-что смыслю. Милсдарь, уверяю тебя, я не собираюсь жульничать и держать тебя за дурака. Обещаю исключительно честную игру. В таком случае, почему никто больше с тобой не играет? Почему именно я? Риск это то, чем ты зарабатываешь на хлеб. Это очевидно. Для меня честь поиграть с тобой. С меня нечего взять. Кошелек у меня пуст, как кузнечные меха. С этими гречкосеями тут и так. Только на качан капуста играть можно. Раньше со мной играл один охотник. Достойный был соперник. Но давно уже его не видно. Естественно. Ты его ободрал как липку, так что здесь нечему удивляться. Честно говоря, он сам установил такие высокие ставки. Но фортуна с самого начала была и на его стороне. Так. А что это был за охотник? Боже. Этот парень явно не жаловался на недостаток любви. Никогда еще не видел, чтобы человеку настолько не везло. Он проиграл немало аренов. В таком случае будь осторожный. Он может вернуться за своим золотом, как только покончит с любовью. Не думаю, милсдарь. За версту было видно, что он мод. Наверняка исчез из-за долгов. Так. И неплохо ты зарабатываешь с этими костями. Зависит исключительно от того, с кем играть, милсдарь. В Изиме ставки намного выше. А где в Изиме можно найти с кем поиграть? Если денег много, то в новом Нарокорте. Еще можно зайти в подкудлатом Мишкой, если смелости хватит. До встречи. Мне пора идти. А он с нами не хочет поиграть, к сожалению. Так, ты кто такой? Трактирщик Олаф. Стоп, у тебя тут бочки есть. В бочках что-то полезное. Корзина. Какие-то картошку, что ли? Бульбу собираю. Ну что, трактирщик, давай. Чего тебе здесь надо? Пива. Таких, как ты, здесь не привечают. Я хотел пива. Закончилось все. Ладно. Сейчас посмотрим, что у меня есть. Спасибо тебе, добрый человек. Да пивай давай. Мы закрываемся. Трактирщик. Сраный самок. Ты раз такой сделаешь, и я разозлюсь. Мы же этого не хотим, правда? Нет. Вот и хорошо. Я разберусь со своими делами, и ты меня больше не увидишь. Чем могу помочь? Так, хранение. Так, я ведьмак. Почему здесь так мрачно? Я ведьмак. Тьфу, тьфу, тьфу. Вечный огонь. У тебя есть для меня работа? У меня нет. Но ты поговори с преподобным. Перед твоей трактиром умерла женщина. Но неважно. Я поговорю с преподобным. Чем могу помочь? Так, а так мрачно я ищу кое-кого, кто остановился в этой таверне. Я хочу отдохнуть. Комната есть. Почему здесь так мрачно? Разве я тебя знаю? Я не веду бесед с чужаками. Даже за пять оренов не ведешь? За пять оренов? Я с самим королем Фольтестом поболтаю. Ну давай. Чума была ужасная. Косило людей направо и налево, а те умирали долго и мучительно. Плач и стон стоял непрерывно три луны подряд. Если бы не преподобный, мы бы все умерли. Так что ничего нет странного в том, что мы не рады незнакомцам. Когда чума уносит всю твою семью и всех твоих близких, ты просто без ума от горя. Преподобный спас нас. Он молился целый день вечному огню. Не принимал ни еды, ни воды. Его молитвы были услышаны. Он наложил на нас епитимью. И тем избавил нас от греха. И укрепил нашу веру. Мы начали с того, что очистили дома наши от греха и скверны. Мы взялись и на другой день. Всякая скверна была похоронена и забыта. А потом преподобный сказал нам. Вы хорошо сделали, очистив дома ваши от греха. Я знаю, как это было трудно. Я знаю, что это были ваши родные. Но вечный огонь послал чуму в наказание за их грехи. Вы же чисты. Вы будете жить. И мы поверили ему. А затем вышли наружу. Холод стоял жуткий. Но мы исполнили свою епитимью. На коленях проползли вокруг деревни. И помолились в каждой из пяти часовен. Поверь мне. На следующий день деревня была тиха. Как будто погрузилась в сон. И с тех пор заболели лишь немногие. Чума забрала еще только несколько семей. Это, конечно, очень поучительная история. Прощай. Да уж. Что-то какой-то мутью попахивает. Походу, дело-то преподобный сам чуму и завез. Он что-то про нее точно знает. Рита-шапочка. Рита-шапочка. Ха-ха-ха. Ну, когда посмотрим на тебя, как ты хоть выглядишь. Чего у тебя глаза-то светятся? Рита-шапочка. О, милашка. Красавчик. Ты выглядишь усталым. Постойка. Это не ты спас. Того ребенка у ворот. Это была случайность. Случайность. От местных кметов даже случайно добра не жди. Чего тебе принести? А-а-а. Так, покажи свой товар, пиво. Сейчас ничего. Но, может быть, ты не против присесть тут на минутку. Вот уж нет. Я тут на жизнь себе зарабатываю. Кроме того, я честная девушка. А-а-а, и срывалась. Ха-ха-ха. Вот второй вариант мне очень нравится. Ты имеешь в виду, что после работы ты уже не такая честная. Ха-ха-ха. Не злись. Только глухой и слепой мужчина смог бы не обратить внимания на такую даму, как ты. Ты точно умеешь сделать комплимент даме. Чего тебе принести? Да ладно уж, не надо. Скоро увидимся. Ха-ха, давай, скоро увидимся. После работы. Стражник Микула, с радостью... Так, старый комет. Алканавт какой-то. Ты кто таков? Чужак? Что тебе нужно? Вы здесь всегда так тепло приветствуете чужеземцев? Конечно. Местные, чужаки. Какая разница? Зверь всех сожрет. Рад, что удалось найти общий язык. Да! Отпразднуем это дело! Давай, выпьем. Вы можете принять участие в соревнованиях по перепою, чтобы получить информацию и заработать. Щелкните по иконке питья во время беседы, дабы выбрать напиток. Давай, выпьем! Так, что еще у нас есть? Эликсир какой-нибудь выпить? Он тут же склеит ласты. Неизвестный эликсир. Бутылка с водой. Слушай, сколько тебе разговаривать-то можно, а? Воу-воу, я пьяный. Слушайте, а если я больше не хочу? Ох, я разозлю! Какой хороший парень! Давай, выпьем! Да нет, там вздрыжь. Жесть! Ой, так, Альвин, Шаня. Они здесь что-то делают. Ну-ка, Шаня. Еще что-нибудь? Пока. Нет, мы с тобой уже поговорили. Пока! Так, вы знаете, смотри, как он ходит. Скользит, но ходит. Так, Альвин. Ты меня спас, да? Да, я помог стражникам. Интересно, что теперь со мной будет? Может, подождешь, пока тебя не заберут родные? Нет. Все мои родные умерли. Я останусь тут. Мне очень жаль, парень. Мне все равно. Я едва их знал. Жестухий парниша. Так, пьяница, Калькштейн. Так, идем дальше. Твоя мамаша сосет у краснолюда. Хо-хо-хо-хо-хо. Вот это ругательство. Сразу срезать кому-нибудь. О! Вот это я солидно собрал. Слабый кулачный боец. Ну-ка, давай слабого бойца. Драться хочешь? А деньги есть? Давай. Можем мы его одолеть, да? Кто не рискует, тот не выигрывает, как говорят. Посмотрим. Так, желтым обозначен персонаж, с которыми вы можете вести кулачный бой. Чтобы атаковать такого персонажа, один раз щелкните по нему левой кнопкой. Вы можете ставить блок нажатием правой кнопки мыши. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Я тебе морду разобью. На! Вот я вот... А, я поставил же блок, право кнопку нажал. Что это? На, по почкам. О-о-о-о, жестокий Геральт. Состояние алкогольного опьянения какого-то там. Чувак, это манно! Хочется врезать кому-нибудь. Так, и что? Все, победа. Опять проиграл. Этого можно было ожидать. Вот твои деньги. Так, а Толстый Фред это кто такой? Ну-ну, ведьмак. Приветствую. Здесь что, проходит какой-то турнир? Да, мы избиваем друг друга до полусмерти за деньги. Звучит весьма увлекательно. Если хочешь, чтобы Толстый Фред тебе настучал по физиономии, покажи деньги. Сколько? 25 аренов. Расскажи мне об этом турнире поподробнее. Правила простые. Все дерутся друг с другом и бьют друг друга по морде. Кто выстоял, тот и выиграл. Просто и ясно. 25 аренов. Так, ну давай. Я буду участвовать. Правда сейчас мне скорее всего это морду начистят. А почему у ворот-то не работает? Кому бы тут заехать как следует? Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Давай, друг другу сейчас начистим рыльники. Все. Готов, Толстый Фред. Ох, нифига себе, а перкотин его какой отвесил. Кому бы тут заехать как следует? Да я победил. Ладно, ты выиграл. И что я получаю? Выбирай. Водку, закуску, кольцо, золото. Что за кольцо? Давайте кольцо. Мне оно все равно никогда не нравилось. Так, получил золотое кольцо с бриллиантом. Задание обновлено. Кулачный бой. Найти противника посильнее. Так, что за кольцо? Ценный предмет, который можно продать или кому-нибудь подарить. Выглядеть. Опа, золотое кольцо с бриллиантом. Так, теперь мне надо как-то немножко покушать, что ли? Кремень, кремень не съешь. Так, это контракты. Ну-ка. Нифига себе, сожрал ножку, сразу полечился. Так, хорошо. Я полностью здесь все сделал, что надо. Со всеми поболтал. Видимо, мне все-таки к преподобному, а как к преподобному попасть? Можно... А, стоп, там лестница какая-то была вроде, нет? Или мне показалось? Нет, мне показалось. Значит, надо выйти и найти преподобного. Только как его найти, непонятно. Возможно, нужно дождаться утра. Да, наверное, скорее всего, надо дождаться утра. Пойдемте в таверну, немножко отдохнем. Отдыхать можно у костра, по-моему, да? Или что? Я уже забыл, как тут можно отдыхать. Комнату только снимать разве что, наверное, да? Ну-ка, трактирщик, дай мне комнату. Чем могу помочь? Я хочу отдохнуть. Комната есть? Да. Для тебя пять аренов. Ну ладно, пошли поспим, хорошо. Хотя можно было на улице это сделать. Ну, давайте будем нормальным таким мужиком. Так, мы с вами... Групповой сталь. Групповой прием сталь уровень 2. Вторая атака в серии, состоящая из пяти ударов. Атака плюс 40%. Групповые, возможно, нам еще понадобится. Давайте возьмем. Так, выносливость я еще не смотрел. Что дает энергия, восстановление энергии и прочее. Лабуда. Ну, давайте возьмем. Так, дальше нам с вами надо... Домедитировать до целого дня. Все. Давайте спать. Нифига себе. Кровать есть, говорит. Сам около... Около камина. О-о-о-о, тихо-тихо. Что-то здесь народу еще больше стало. Да клан какой-то. Не было его раньше. Боги, да... Риточка. Чего тебе принести? Сейчас ничего. Вот так. Так. Ниш виду, что после работы уже не такая честная. Да как ты смеешь? О-о-о-о-о! Ха-ха-ха-ха. Понял. Так, это кто такой? Ведьмак! Ну, наконец-то! Хоть один разумный человек в этом болоте. А с кем я имею честь общаться? Лео Варден. Купец. Из тех самых Лео Варденов. Из тех или из других, чувствую, у тебя есть для меня работа. Несчастье — это правда. Мой друг исчез в пещере под стенами Визимы. Там могут водиться монстры. Ты думаешь, он мертв? Не знаю. Но я заплачу 200 аренов, если ты спасешь его или найдешь его останки и похоронишь. Как подобает. Договорились? Договорились. Позволь мне кое-что объяснить. Мой друг хотел попасть в Изиму, несмотря на карантин. Тогда почему он отправился в пещеру? Мы слышали, что так в Изиму провозили контрабанду. Наверное, это всего лишь слухи. Я сделаю, что смогу. Будь осторожен. Мой друг уже имел дело с монстрами. Если он мертв, значит опасность велика. Так, неплохо. Так, и все-таки, где же мне найти преподобного? Стравник, наемник, костер, ворота, ворота. Ну, ворота, скорее всего, открываются. Сейчас мы куда-нибудь пойдем. Хорошо, давайте посмотрим, какие у нас есть квесты. Медьмачи и секреты. Я должен называть доверие сельчан, чтобы понять, где мне искать саламандр. Так, контракт на баргестов. Собрать для обегаил 10 черепов баргестов. Хорошо. На гулии. Мне нужно достать для Калькштейна кровь трех гулий. Что такое звездочка? Так, для выполнения этого задания нужна запись без тебя. Так, ну, нужно достать трех утопцев. Кулачный бой. Нужно найти противник посильнее. Так, найдем обязательно. Так, к преподобному. Я должен поговорить с городскими стражниками Визимы. А стражники Визимы, надо сначала в Визимы попасть. Весемир упомянул еще одного жителя Кормерта. Так, так, так. Так, хорошо. И пещера, вот. Так, значит, либо пещера, либо к преподобному. Давайте попробуем к преподобному зайти. Так, и как? Показать на карте. Где он? А, ты смотри, тут все отмечается. Хорошо, погнали к преподобному. Я так понимаю, нам туда. Проклятие в горле пересохло. Ох, как я грамотно их открыл-то, а. Что это? Запертая дверь. Дверь заброшенного дома. О, кто это? Кошка какая-то. А я могу перелезать? Нет, видимо, не могу перелезать через заборы. Что такое собака Одо? О, не можно поговорить? Дверь в дом Одо. О, как интересно-то, а. Кто такой Одо? О, да? Может быть, это местный охотник? Ну, мужик какой-то. У него есть буфет. С деньгами в нем. Кровь и выбоины на этих доспехах говорят о том, что когда-то они принадлежали воину. А этот толстяк похож скорее на пьяницу. Возможно, когда-то он и был воином. Давайте поговорим с ним. Кто здесь? Я ведьмак. Зачем ты вошел в мой дом с оружием? У меня нечего красть. Успокойся. Я не причиню тебе вреда. Мне просто нужно задать тебе несколько вопросов. Я ничего не знаю. Я не разговариваю с незнакомцами. Мое имя Геральт. Теперь мы знакомы. Да. Выпей со мной, мастер Гервант. Я ненавижу шпионов. А ведь мы все знаем, что шпионы не пьют. Шпионы не пьют. Давай тогда выпьем. Давай выпьем. Вот с чего начинается знакомство. Так, я аж поплыл в его сторону. Самое важное забыл. Ты с преподобным встречался? Конечно. Он велел нам допрашивать чужаков. Баста! Что баста? Ха-ха. Хочу и баста. Все, с ним теперь не поговорить? Преподобный. Проваливай, бродяга. Понятно. В общем, в любом случае, надо к преподобному сначала сходить. Как ни крути. Ладно, давайте тогда, знаете что. К преподобному мы уже будем добираться в следующей серии. Тем более, тут надо какие-то круга, наверное, накрутить, чтобы туда дойти. Я не знаю, здесь одни заборы сплошные. Видимо, правым надо кругом было идти. А пока бы поставим, давайте, лайк этой серии. Хоть она состояла из одних только разговоров, ребят, но вы уж извините. Оно так и получается. Сначала со всеми поговоришь, а потом давай рубить там налево-направо всех. Я думаю, это правильно. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, читайте описание. И всегда жмите на кнопочку поделиться. И все будет хорошо. До встречи в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok